Семинар, посвященный роли музея формирования и развития городской среды, состоялся накануне в музейном комплексе «Дом Петра Первого» в Дербенте. Иногородние специалисты наглядно продемонстрировали примеры и возможности работы музеев с городскими сообществами. Семинар посетила и моя коллега Хадижа Курбанова. Мало людей в современном мире, которые хоть раз не посещали музеи. Хотя бы просто потому, что человек с детства приобщен к культуре. Нравственное воспитание, история, память – мы многим обязаны музеям. Однако редко вспоминаем, какое значение они несут в социальной жизни человека. Могут ли музеи решать реальные проблемы жителей города? Можно ли не просто изучать фонды и учить посетителей жизни, а исследовать жизнь горожан совместно с ними, создавая новые формы досуга и новые отношения? Эксперты семинара «Музей и сообщество» рассказали о нескольких успешных примерах такой работы как в России, так и за ее пределами. Музей сегодня меняется, меняется очень сильно. Музей прежде всего меняется в ту сторону, в какой она открывается публике, открывается сообществу, открывается людям, которые его окружают. Вот, собственно, этот семинар – маленький шаг на пути к тому, чтобы музей был очень-очень важен обществу. Семинар собрал 50 участников из разных регионов страны. Это не только работники музея, но и художники, фотографы и дизайнеры. По словам экспертов, в современном мире недостаточно выполнять традиционные функции музея – сохранять и показывать в выставочном зале экспонаты. Нужно работать с людьми. О взаимодействии музея и города на примере дагестанских проектов рассказала Зарема Дадаева. Нам, как музею, например, очень важно и интересно, из чего город состоит вообще, какие люди живут в нашем городе, как они говорят. У нас есть проекты, которые исследуют морфологию города, письма города, на каком языке общаются. Имеется в виду такой общегородской морфологический язык, потому что, как мы все знаем, в Махачкале и вообще в Дагестане появился новый русский язык.